Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами в Музее истории космонавтики имени Фридриха Цандера в городе Кисловодске. Открыт он был и основан в 1974 году. В Музее собраны архивные материалы об ученых, посвятивших себя ракетостроению и космонавтике. Вместе со старшим научным сотрудником Людмилой Акимовной Лачиновой мы прикоснемся к его истории. Ну что ж, поехали! История нашей детской космонавтики начинается с имени Николая Ивановича Кибальчича, который, находясь в тюрьме за покушение на царя Александра II, Кирова, причем от своей квартиры, на стене камеры, где он находился, начертил схему космического летательного аппарата, делал ему научное обоснование. И очень просил, чтобы этот научный труд увидел свет. Ну, он так ровно 36 лет пролежал в тюрьме, и только после победы Великой Октябрьской Ассоциейской революции этот научный труд Гибальчича видел свет. Юрий Васильевич Кондратюк. В своей научной работе «Завоевание межпланетных пространств» рассчитал оптимальный вариант полета космических аппаратов с поверхности Земли в сторону Луны и непосредственно с посадкой на поверхность Луны. Константин Эдуардов Циолковский, основоположник террической космонавтики. Он террически доказал, что возможен полет человека в космическое пространство. Его сверстники не очень верили его идеям и понимали его, даже иногда и подсмеивались. Но умер он в 1935 году. Спустя менее трех десятков лет, 12 апреля 1961 года, Юрий Васильевич Кагарин совершил исторический полет в космическое пространство на космическом корабле «Восток-1». Тем самым доказал гениальность предвидений Константина Эдуардовича Циолковского. После себя он оставил огромное количество научных работ, и вот здесь как раз представлен калаш из обложек его научных работ, которые были изданы в основном при его жизни и на его средства. Фредик Артурович Цандер, тоже один из пионеров ракетной техники, чье имя носит наш музей. И наш музей-то, в общем-то, открывался в память о пребывании Цандера здесь, на отдыхе и лечении в нашем городе. Он был дважды. Первый раз в 1930 году, и во второй раз он сюда приехал по путевке в санатории рабочей крестьянской Красной Армии, сокращенной РКК, 6 марта 1903 года. Но по дороге он заразился сыпным тифом. И до появления сыпи на теле он, конечно, находился в санатории, принимал процедуры, гулял, радовался пробуждению весны, писал теплые нежные письма своим детям, Меркурию и Асту, которых очень безумно любил. Но с появлением сыпи установили диагноз, что это сыпной тиф. Его перевели в Кисловодскую инфекционную больницу, где 28 марта в 6 утра он умирает. И было принято решение похоронить Цандера на братском воинском кладбище в Кисловодске. Похороны состоялись 2 апреля 1935 года. В их позиции представлены макеты ракетно-техники, над которой он с большим интересом и энтузиазмом работал. Межпланетный корабль-аэроплан. На базе бытовой паяльной лампы он разработал опытный реактивный двигатель А1 и ракета ГИР-10. Этот проект, он по причине безвременного хода из жизни в нашем городе не закончил. Но один из его талантливейших учеников, Сергей Палыч Королёв, со своими коллегами в группе изучения реактивного движения завершили работу над этой ракетой. И спустя несколько месяцев после смерти Цандера, 25 ноября 2003 года, осуществили запуск этой ракеты. Вот на этой ракеты. На этом снимке мы видим, как она оторвалась от Земли и вертикально стала подниматься в атмосферу. Перед запуском этой ракеты для истории они вот на память сфотографировались вместе с этой ракетой. В самом конце 1933 года произошло объединение двух научно-исследовательских организаций. Московская группа изучения реактивного движения и Ленинградская газодинамическая лаборатория, где разрабатывались ракетные двигатели. И на их основе создали реактивный научно-исследовательский институт. Сейчас этот научный центр функционирует, только он поменял название, называется он сегодня так. Государственный научно-исследовательский центр имени Келдиша. Перед войной в Ирнеи была разработана знаменитая «Катюша». Экспериментальная батарея была создана в июле 1941 года. И во главе этой экспериментальной батареи был назначен капитан Флеров. Провожая его на фронт, он получил такой наказ. Ни при каких обстоятельствах «Катюши не должны попасть в руки фашистов». И узнав о создании в Советском Союзе такого мощного реактивного миномета, они действительно пытались найти образцы, чтобы изучить его устройство. И 6 октября 1941 года эта экспериментальная батарея оказалась в окружении фашистов. И ничего не осталось. Флерову уничтожить и уцелевшие Катюши, и всех, кто был рядом с ним. Но фашистам ни один экземпляр не достался. Сергей Павлович Королёв. Наш самый первый главный конструктор ракетно-космических систем. На этом посту он проработал почти 20 лет. Имя его не было известно ни в нашей стране, ни за рубежом. И уже рассекретили Сергея Павловича Королёва. 14 января, вернее не 14 января, а 14 января он умер. А спустя два дня во всех средствах массовой информации появился некролог, который был подписан руководителями нашего государства. Вот тогда узнали и у нас в стране, и за рубежом, кто же создавал и запустил первый искусственный спутник Земли 4 октября 1957 года. Кто подготовил полет Юрия Гагарина. И когда Нобелевский комитет обратился Никите Хрущеву с просьбой назвать имя главного конструктора, то он отказался, не желая раскрывать его имя, ответил так, что это заслуга всего Советского Союза. Так незаслуженно Королёв остался без Нобелевской награды. Он шесть раз был на отдыхе и лечении в нашем городе Куроке. Отдыхал в санатории Аженикидзе, Красной Камни. И последний его приезд состоялся в конце 1957 году, после успешного запуска первого искусственного спутника Земли. Отдыхал он всегда в Песловодске со своей второй супругой Ниной Ивановной. И последний его приезд на отдыхе в Кисловодск отдыхали и его коллеги, которые принимали участие в подготовке запуска первого искусственного спутника Земли. Вот на этих фотографиях представлена его единственная дочь от первого брака Наталья Сергеевна Королёва. Здесь она встретилась с Путиным в 2005 году на Байконуре. Их был очередной юбилей со дня создания космодрома. А здесь она уже с ним встретилась два года спустя, в 1937 году, когда в Кременском дворце съездов проходил торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Сергея Павловича Королёва. Она на протяжении очень многих лет работала над книгой, которая посвятила памяти своего отца. Было два издания, в двух томах и в трёх томах. Вот мы видим на этих фотографиях, присланный из пресс-центра Кремля по просьбе Натальи Сергеевны, что она и первое издание Путину подарила, и второе, в которое были включены дополнительные материалы и какие-то очень интересные сведения о его жизни и деятельности. Здесь представлены вот на этих четырёх стендах кратко-лаконично иллюстрированная история предприятия, которое было создано Королёвом в 1946 году. Это предприятие работало по четырём направлениям. По созданию ракетных систем, автоматических космических аппаратов и станций, пилотируемых, беспилотных и грузовые космические корабли и орбитальные станции. В этом зале представлена история пилотируемой космонавтики, а начинается она со строительства космодрома Байкону, решение которого было принято весной 1955 года. И главным строителем космодрома был назначен наш земляк из города Иссентуки Георгий Максимович Шуфников, генерал-майор по профессии военный строитель, который войну закончил в Германии и не покинул эту страну до тех пор, пока не восстановил там все железнодорожные и автомобильные мосты. Поэтому такое ответственное дело и было ему поручено. В 1965 году он умер и по завещанию просил похоронить его на родине. Вот это место захоронения Георгия Васильевича Шуфникова на Братском кладбище в городе Иссентуке. В 2010 году нашим президентом было принято решение о начале строительства нашего отечественного космодрома «Восточный», который находится на востоке страны в Амурской области. Первая стартовая площадка уже была настроена, и два успешных запуска было совершено с этой стартовой площадки. По окончании строительства космодрома «Восточный» и города Целковский, где будут жить те, обслуживающие этот космодром, до 90% всех космических запусков планируют совершать именно с этого космодрома «Восточный». Но у нас еще есть один наш отечественный космодром, он военного назначения – Плесецк в Мурманской области. В свое время космодром Байконур строила вся страна. С развалом Советского Союза он остался на территории Казахстана. И за эксплуатацию этого космодрома ежегодно наша страна плачет высокую арендную плату в долларах. Поэтому, я думаю, наверное, и было принято решение Путина о строительстве нашего отечественного космодрома. Юрий Алексеевич Гагарин – это символ и гордость нашей страны. Совершив исторический полет впервые в мире космического пространства, он навсегда вписал не только в историю нашей отечественной космонавтики, но и в мировую. И надо сказать, что он в одночасье стал любимцем всего земного шара. После полета он посетил около 30 стран мира. Но 27 марта 1968 года трагически обрывается его жизнь. Совершая тренировочный полет на самолете МиГ-15, учебно-тренировочный истребитель МиГ-15, вместе с командиром летной части, где он служил, Владимиром Серегиным, они погибают в авиакатастрофе. Что произошло? Последние точки в этом вопросе на сегодня не поставлено. Я не буду озвучивать эти версии. И не хватило жизни у Юрия Гагарина, чтобы посетить те страны, из которых пришли ему приглашения. Во многих городах, улицы, проспекты, площади, музеи носят его имя. Есть в нашем городе улица, она берет свое начало от Святоникольского собора. И в 1977 году решили улицу Трудовую переименовать в улицу Гагарина. И вот его мама, Анна Тимофеевна Гагарина, получила приглашение. Но приехать на торжества по случаю переименования улицы она не смогла, но прислала телеграмму. Вот здесь она представлена, где есть вот такие теплые слова, что улица имени моего сына будет одной из лучших этого города. В конце улицы Гагарина находится большой, очень замечательный оздоровительный детский центр Сосновый гор, куда приезжают дети не только из Ставропольского края, но и из других регионов. Ну а теперь о подлинных предметах, которыми мы гордимся. Первый предмет – это основной парашют, вернее, простите, фрагмент основного парашюта длиною 5 метров и шириною 2 метра. Основные парашюты возвращали спускаемые аппараты вместе с космонавтами, которые летали на космических кораблях «Восток». Но не опускали наши космонавты в этих капсулах непосредственно на Землю, потому что не была еще отработана система мягкой посадки. Поэтому поначалу, да, ну вот разберем этот момент на примере полета Юрия Гагарина. Когда он совершил в течение, значит, один виток вокруг земного шара и стал возвращаться на Землю, когда был взят курс возвращения на Землю, да, он еще находился в спускаемом аппарате, и огромный парашют, фрагмент, которого мы видим, они почти все одинаковые были, вот, стал возвращаться к Земле. Но на расстоянии 7 километров Юрий Гагарин вместе с креслом как-то оппультировался в атмосферу. Уже второй парашют начинал все ближе, возвращаться к Гагарина, к Земле. И уже на расстоянии где-то 4 километров, уже на третьем парашюте, он чем-то напоминает вот такой большой парашют, который опускал капсулу, непосредственно опустился на Землю. Вот таким было возвращение из космоса всех космонавтов, их было 6 человек, которые летали на одноместных космических кораблях в Астон. Амортизационное кресло. В этих креслах космонавты находятся в космических кораблях, когда корабль их доставляет на орбиту и когда возвращается орбитой. Где-то комбинезон Форель. Для чего он нужен? В этих комбинезонах, это на случай того, если спускаем аппарат, приводится на воду. Тогда они снимают оборудование, спасательное скафандрство. Ну, это данная модель и сокол. И обращается в гидрокомбинезон Форель. И выбирается из капсулы на поверхность воды. Для того, чтобы из, значит, сборного вертолета их обнаружить и поднять. Так, аварийно спасательный скафандр. Спасает жизнь космонавта в том случае, если в результате, значит, поднятия на орбиту, возвращения с орбиты, произойдет разгерметизация спускаемого аппарата. Ну, и капсулы, говорят. Так, далее. Полетные костюмы. Легкие полетные костюмы космонавтов. Этот принадлежал Березовому, этот принадлежал Александрову, этот принадлежал Криколёву. Конечно, в этих костюмах нельзя достигать орбиты и возвращаться, потому что в случае, если произойдет разгерметизация, то они не спасут жизнь нашим космонавтам. Такая трагедия произошла в 1971 году. Дальше. Здесь представлены образцы космического питания. Первые блюда, вторые блюда. Значит, производство этого питания происходит на специализированных предприятиях. Вот. И при приготовлении этих продуктов питания для наших космонавтов не добавляются никакие вредные добавки. Так. Здесь представлены, значит, фотографии, которые рассказывают о том, непосредственно, чем они занимаются на Второно-космической станции. Эти снимки были как раз сделаны в тот период, когда на орбите работала вторая россиянка Ольга Серова. На этих фотографиях показано пребывание наших космонавтов здесь, в нашем городе. В советское время они проходили реабилитацию в наших санаториях. Но в основном это была дача космонавтов, которая входила в состав санатория имени Орженикинза. Ну и заканчивается экскурсия вот в этом зале предметами, которые рассказывают про изучение планет Солнечной системы. Наши космонавты не были на поверхности Луны, но два самоходных аппарата, Луноход-1 и Луноход-2, были отправлены на поверхность Луны. Луноход-1 по поверхности Луны прошагал 10,5 километров. И образцы грунта были доставлены для изучения на землю. В этом зале представлена экспозиция, посвященная генеральному конструктору, академику Владимиру Николаевичу Челомею. Он в свое время также создал особое конструкторское бюро 52 по разработке ракетно-космической техники оборонного назначения. Эта экспозиция создавалась на военно-промышленной корпорации по машиностроению в городе Леутове Московской области. И она была на благотворительной основе подарена нашему музею. Здесь представлены ракеты, простите, макеты ракетной техники оборонного назначения. Самым ценным в этой экспозиции также это рассекреченные документы, которые специально рассекретили при подготовке экспозиции для нашего музея. А также очень много интересных книг, которые были изданы как раз в преддверии столетия Владимира Николаевича Челомея, которые отмечали в 2014 году. На вот этих ярко-красочных стендах показан весь широкий спектр деятельности Владимира Николаевича. Как на посту главного конструктора, как преподавателя в высшем учебном заведении, и общественного деятеля. На этом я, пожалуй, закончу.